Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали полторы тысячи лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос и твой новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то конечно не будет. Поставь лайк, дружище! Ты уже купил себе ВАЗ-2114, но она видимо тебе надоела, что ты ее можешь продать. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем играть в игру, где уже есть дрифт и ВАЗ-2114. И это Crime Mobile. Если что, ссылочку на нее я оставлю в описании, можете скачать без каких-либо проблем. Но перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Потому что действительно, эта игра меня поражает своим функционалом, большим количеством машин. И конечно тем, что сразу же дают 40 миллионов, когда заходишь в игру. Я себе на эти деньги купил вот эту ВАЗ-2114 и BMW M5 за 6 лямов. И у меня еще, как видите, осталось 33 миллиона рублей. Вот тут вы сейчас можете увидеть на экране, где карта чуть выше, что написано сколько у меня денег. И столько денег дается всем. То есть не только ютуберам, они даже у обычных игроков столько же денег. То есть 40 миллионов каждому игроку дают разработчики игры, чтобы вы развивались, покупали себе любые машины и наводили суету. А также вы спрашивали про дрифт, ребята. Смотрите, вот он дрифт, ребята. Посмотрите, как машину может заносить и влево, и вправо. То есть действительно в этой игре довольно-таки интересно. Это все предусмотрено и сделано. Но сейчас я хочу поехать на авторынок, который у нас есть в игре, чтобы посмотреть, что уже там игроки продают. Возможно, я там найду кого-нибудь, кому я могу продать, к примеру, эту четырку, либо продать ее в гос. Давайте это глянем, потому что карта действительно большая, тут много чего интересного есть. И мне также интересно на ней прокатиться и все это узнать. Так, мы немножечко не туда поехали, куда нужно. Нам нужно немножко развернуться. Да, вот, ребят, даже по оффроуду, вот заметьте, как себя четырка ведет на оффроуду. Тут даже, мне кажется, чип-тюнинг особо-то и не нужен, потому что тачка и без всего этого ездит довольно-таки замечательно, легко и четко. Ну-ка, давайте поедем и посмотрим. Да, ребят, смотрите, тут уже кто-то продает тачки, либо просто ребята находятся на вот такой сходке. Потому что я знаю, что многие любят делать сходки в таких различных местах. И это на самом деле прикольно. Посмотрите, что за тачки тут есть уже у ребят. Давайте сейчас припаркуемся. Вот тут вот попробуем тачку припарковать. Ну-ка, проверим, закрыта она или нет. Да, закрыта. Это на всякий случай, чтобы у меня ее не угнали. И заметим. Так, тут у нас есть десяточка. Далее у нас тут есть довольно-таки уже более интересные тачки. Которую, подождите. А, так эту игру подождите. Нажмите F для взаимодействия. Так, тут какая-то суета, кто-то стреляет, что-то наводит в суету. Я не понимаю, кто-то кого-то там, видимо, в стрелялке играет. Окей, ладненько. А тут можно вообще посмотреть, в принципе, кто чем занимается. Ну да, тут где-то войнушка какая-то происходит. Кто-то где-то стреляет. Ну ладно, это не важно. Потому что тут уже продают, я вижу, McLaren. Две штуки целых продают. Одна вот в таких винилах красивая, другая в белых. Блин, прикольные тачки. Далее тут продают Mercedes. Jeep довольно-таки прикольный. Есть вот такой BMW X5, вроде бы, я так понимаю. Да, уже на тюнинге, кстати. Надо будет проверить систему тюнинга в игре. Я бы никогда ее не смотрел. Но мы обязательно посмотрим. Но, помимо этого всего, тут еще есть такая вот интересная десятка. Которая, в принципе, прикольная. Но не знаю, чуваки ее продают или нет. Друг, ты за сколько продаешь десятку? Ну-ка, давайте узнаем, вообще он меня услышал или нет. Скорее всего, да. Но, походу, нет. Потому что я вообще не вижу, чтобы кто-то что-то мне писал. И этого вообще не происходит. Ну, ладно. Как бы, походу, тачку не продают. И продать, в принципе, мне кажется, некому сейчас четверку. Потому что тут все приезжают на машинах. Видимо, просто попантоваться. Ну, поэтому, окей. Ладненько, давайте попробуем сесть также в нашу четверочку. Потому что я ее закрывал, чтобы никто на всякий случай ее не угнал. Ну, на самом деле, это правильно. Потому что, если тачку оставлять открытую, то, естественно, ее просто могут угнать. Но, ладненько, давайте сейчас проверим. Посмотрим, что тут еще есть. Опа, еще люди приезжают. Посмотрите, какие у них четкие винилы. Блин, надо будет купить еще раз четверку, я не знаю. И потом ее каким-то образом купить и сделать на нее тюнинг. Ну, так, мне кажется, прикольно. Йоу, ну тут люди занимаются суетой, начинают просто толкаться. Ладненько, я не знаю, что он хочет добиться. Потому что он просто затолкал меня в уголок. Йо-моё, этот нахуракани, конечно, да. Или как у него, ламборджини урус. Да, на нем будет мне сложно от него избавиться. Но, опа, он вроде бы отъехал. Да, супер. И мы теперь можем продолжать движение. Да, вот такие есть игроки, все бурные. Все устраивают тут дерби, наводят суету. Но этот чувак реально, видимо, решил поугарать. Потому что ему, видимо, смешно таранить всех подряд. Но это на самом деле жесть. Да, вот Бэха уехала. Я решил, что тоже лучше отсюда уехать с этого авторинга. Потому что там не особо-то кто-то хочет покупать четырку. Да, все начали оттуда уезжать. Ну, блин. Короче, я так понимаю, в игре действительно есть жесткая система тюнинга. Потому что я смотрю, что многие игроки реально имеют очень мощный тюнинг на тачках. И йо-йо-йо-йо-йо, чуть не перевернул автомобиль. А там кто-то уже перевернулся? Те, которые катались, я не понял, что-то они... Ой, да-да-да-да-да. Бэха улетела в воду. Блин, как жалко печально за тачку. Но, йо-моё. Надо было аккуратнее ездить. Но теперь мы знаем, как работает авторынок в игре. Пока что там, на самом деле, собираются просто поприкалываться. Потому что и так у каждого по 40 миллионов рублей есть. Кто захочет, может себе купить тачку с салона без каких-либо проблем. Поэтому, дорогие друзья, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Крайм Мобайл? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой телефон. Нет разницы, что у тебя. Хонор, Санцунг или Хоуэй. Главное, чтобы был Андроид. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень интересную игру Крайм Мобайл. И ты обязательно кайфанёшь. Потому что в ней действительно очень большое количество машин. Большое количество игроков. То есть тут будет реально не скучно играть в эту замечательную игру. И, конечно, что мне ещё нравится, это зимняя карта. Что тут реально вся карта в снеге. И тут реально довольно-таки прикольненько. И довольно достойно можно поиграть в неё. Поэтому, ребята, обязательно качайте. Пока что тут промокодики никакие не нужны. Потому что вы сразу получаете много денег в игре. У вас сразу будет очень много денег. И это довольно-таки круто. Потому что на самом деле не каждая игра может предоставить такое количество автомобилей за раз. И это действительно меня удивляет. Поэтому буду ждать всех в игре. Играйте обязательно вместе со мной. Мне будет очень приятно вас увидеть. И вместе со мной поиграть. И всякое такое. Поэтому вот, мы походу сломали тачку. Ё-моё, мы сломали эту четырку. И мне кажется, пришло время её продать. Поэтому, ребята, сейчас вам покажу, как это делать. В консоли, в чатике вы пишете sell card. После чего нажимаете. Вот сюда написано продажа транспортного средства. ВАЗ-2114. И вы можете её продать без каких-либо проблем. Окей, нажимаете просто да. И продаёте тачку. Абсолютно в любом месте. То есть всё, мы её продали. И можем теперь наводить суету. Там, к примеру, попросить у него купить гелик. И, в принципе, я думаю, это будет достойно. У вас разрешает присоединиться в Чарли Ди Финни. И что это такое? Я случайно вышел из тачки. Он, походу, приглашает меня в какую-то семью вступить. Как вы думаете, вступать или нет? Уже в следующем ролике вы узнаете ответ. Так что, кодовое слово в этом ролике. Пускай будет продажа четырки. Все, кто напишет слово продажа четырки, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.